всем привет дорогие друзья с вами redhooks и давайте сегодня попробуем новую игрушку xcom 2 война избранных кратенькое предисловие я в xcom 2 не играл вообще после того как мне не очень понравился 5 первая часть предыдущая не первая предыдущая часть этого xcom я очень ее ждал очень надеялся что все будет по уму предзаказывал ее помнится за дорогое что ли для меня это было дорого несколько лет назад или уже много лет назад двенадцатом что-ли на году вышло и мне не очень понравилось некоторыми своими моментами как мне написали недавно в комментариях чей ты я гоню такую хорошую игру давайте поиграем посмотрим зайдет не зайдет понравится или нет играть будем наверное на ветеране или нет у сложности взять написан настоящий вызов для ветеранов xcom а тут для опытных вlaxcom 2 может профессионала взять это вроде как nóрмал это харт это вэррихард На Very Hard я точно не готов Я не играл в XCOM 2 Давайте ветерана возьмем Проиграем так проиграем Если понравится переиграем Если не понравится то собственно и закончим Обучение мне не надо Я надеюсь Да я думаю все то же самое Примерно Ну а комментарии Давайте оставим Обучение выключим Субтитры включим Терминатор не будем Наверное или будем По моему опыту не будем А то что нибудь не запишется Глюканет У вас серия вылетит А так с парой сохранений Я смогу Переиграть Перезаписать Вам Если что то в форс мажор случился Так чтобы вы понимали всю глубину Моего недовольства первым XCOM В принципе он мне в общих чертах понравился Но только в общих Я играл во все серии XCOM Более того Мы с друзьями очень сильно играли В самую первую XCOM Которая вышла в 90 каком то там году Для MS-DOS Когда у нас были 286-е 386-е Компы Да и то не у всех У меня вот не было Мы ходили в школу И сидели на уроках Только думали о том Как мы придем Кому нибудь после уроков домой И продолжим мочить лунатиков Эта игра была просто Взрывающая Мозг В то время Да и сейчас Она во многом Не превзойдена Как ни странно Чего стоит Полная генерация уравней Вроде как рандомная Мир в несколько этажей Боевой Очень много рандома Я до сих пор помню Как мы прилетели на задание И прямо на выходе Из челнока Стоял на овервотче Где-то Пришелец В общем он завалил Пятерых Бойцов Просто на выходе Из корабля Пока болтал Немножко пропустил Что тут произошло Ну я думаю Нам все расскажут Субтитры Продолжение 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 Однако эти тревожные действия не смогут разрушить связь между людьми и родственниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова уже совершили несколько преследовательных арестов от знаменитых коллабораций. А.В.Н. снова осуществляет всех гражданин что сегодняшний праздник продолжится как планировать. Перфект. Вот так все интересно происходит. А.В.Н. 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 Вторая часть сильно сдвинута в сторону партизанских действий, вроде как, и малых операций. Ввели такой элемент, как стелс. Я не играл в вторую часть, но что-то видел. Так что будем разбираться вместе. Ой, притормаживается что-то. Как так? Так. Есть маскировка. Тут край карты. Есть крыша. На которую можно залезть. Раз можно, значит залезем. Режим. Режим. Так, ну вроде как это не нас... Не первый XCOM из... Ну, короче, не предыдущая часть. Можно ходить и на полные ходы, пока мы в маскировочке. Надеюсь, совсем роковать уж я не буду. Поехали. 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 Не прощает. Так. Интересно. Если мы вот здесь засядем Мы вроде как сверху вниз Можем их перебить В засаде Да, вот тут меня палят Вот здесь нет Вроде как Давайте попробуем Только пишите Да как так то Вот что это было Вот Одно из тех Что мне не понравилось И вот почему он меня сейчас обнаружил Я же был Я же не наступал в клетку В которой меня должны заметить Че за фигня Он того флангануть бы Но он далеко Весь план пошел к чертям Потому что Ребята оказались Более глазастыми чем нужно Нужно еще выше залезть Сверху пострелять Половинное укрытие Половинное укрытие у нас это плохо Но вроде как высота Плюс половинное укрытие Это полное укрытие Внизу нет хороших позиций До которых мы могли бы добежать Давайте попробуем высоту использовать Не убило Плохо Эх чувствую Будут потери Кто-то бы грохнуть Ой отлично Выстрел с выгодной высоты Одно очко способностей каких-то Так Так Очень не хочется терять бойцов Поэтому давайте преимущество высоты Мы им не будем отдавать Вот кстати я не знаю Есть разница между вот этой высотой И вот этой высотой По-моему нет Просто ты выше и все Да Чем в козырек то было стрелять Да вы че оба два Да ладно Какое наблюдение Никаких наблюдений Что? Что? КОНКИ 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 Так Начинается какая-то фигня Давайте слезем-ка вот сюда Текло-то зачем-то За угла нельзя было Модифицированный прицел Планшет Адвент Пошел Не потерять бы теперь Ларса Так, где-то еще пачка ходит Уничтожьте всех А у нас теперь Один раненый Пум-пурум-пурум-пум-пум Но он явно не пойдет в разведку Можно здесь пойти Можно на это здание залезть Непонятно где край карты А, вон край карты Еще далеко Хоть на это здание заберемся Хм Продолжение следует... Правда где тут можно забраться, пока не вижу. А вот. Так, давайте другим все-таки в разведку будем ходить. И вообще надо всех подтянуть поближе. Так. Не надо лезть на это здание, они же где-то здесь наверняка. Возле памятника. Тут маловато хороших позиций. Вот в чем беда. Возле машины объединяются ли сверху. Продолжение следует... Заживу на Orienne Капа. Так, кто. Подacking, вплоть. Через все окна. Буш у нас снайпером. Со своим-то здоровьем теперешним. Угу, а они там, как я и думал. С нормальными укрытиями тут не очень. Наверное, тут один сверху, один снизу. А этих двоих надо вот сюда тащить. Сжимать в клещи. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, за памятником они стоят. План такой. Пока все не пошло к черту. Они где-то здесь. Мы их отсюда пугаем. Они прячутся сюда. Получают с фланга. Хотя тут у меня не совсем фланг. А-а-а! Продолжение следует... Чем мне не понравилась предыдущая часть XCOM'а, тем что рандом у нее какой-то не очень честный. Можно три раза подряд не попасть с 90% шансом в упор почти. А противник может тебе через два экрана, сидящему за полным укрытием, влепить смертельный выстрел ни с того ни с сего. Можешь бегать заложить, раз они не хотят политься. Полиция. Можешь бегать заложить. Ну вот они. Че так плохо? Отсюда... Кстати да, вот новая фишечка видимой цели. Когда наводишься, показывает, скольких ты увидишь, и даже с фланга или нет. Вот отсюда вроде как я буду во фланг бить. Давайте попробуем, все таки он не снайпер, чтоб просто наверху сидеть и никого не видеть. Не убил. Хоть и фланганул. Почему фонарь это полукрытие, а не целое? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте-ка вот сюда. Фланганем. Им от этого станет тут неуютно. Офицеру вон тому, который мы флангуем отсюда. Он попытается где-нибудь спрятаться. А мы его вот этого на овервотч поставим. Я просто не знаю, что делать. Он не попадет нифига. Скорее всего. Мы вроде как за полным укрытием. Вот этого еще можно сюда переставить. Отлично. Оторванул-то. Ой, хорошо. Так вот этот слишком близко. Нет, 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 нет. Вот ты скотина, вы видели? Стрелял чёрти куда, лишь бы убить подраненного. Так, а у нас всех повысили, да? Стрелял чёрт. Стрелял чёрт. Стрелял чёрт. Кстати, учитывайте при заказе, так сказать, имени бойца. Я поменяю имя, фамилию, а флаг, пол, внешний вид я менять по заказу не буду. Так что кому как повезёт. Кто-то может быть девочкой, хотя он мальчик. Флаги я тоже менять не буду, стран. А то у нас получится весь отряд из России и Украины, я подозреваю. За редкими-редкими исключениями. Так что кому как повезло. Так, ну что, оценка отлично. Один боец ранен, хотя бы не убит. Явно дольше, чем это могло бы быть. Что это за разговоры на чёрном фоне? Загрузка длинная. Загрузка длинная. Подготовка неприятного. Смертная силы у нас увеличиваются с каждым удовольствием. У нас усталость еще да? Я так понял появилась. Сервая и собирается за м achieve мировые изменения. не знаю как в этой части в предыдущий гранатометчик боец тяжелым оружием гренадер был очень полезен не столько гранатами сколько пулеметом с подавлением но тут у нас подавление по умолчанию то нет нифига серьезно ранен на 15 дней отправляется отдыхать рейнджеры для меня это что-то новенькое бойцы с драговиками раньше божили меня по крайней мере а теперь у них есть еще и какой-то меч так ну это медика поддержка взлом какой-то еще есть снайпер да в прошлой серии игр в смысле игры в смысле общий вид сразу дали ничего себе по моему то есть способность раньше была на ком-то втором третьем уровне прошлой серии игр снайперы божили не божили но были очень серьезными бойцами здесь учитывая партизанские наши движения и вроде как частое ограничение во времени в ходах снайпер мне кажется будет менее актуальным бойцом хотя возможно я ошибаюсь увеличивает меткость на 10 процентов манифицирован прицел слушайте хорошая вещь планшет адвента артефакт ну и трупы так командир чеда research labs ну и вот мы наконец командир украинский impressive isn't it capable of generating immense power you're completely harmless to human life if only the same could be said for the rest of the aliens technology commander dr. richard tiger chief science officer i am responsible for the entirety of our research here as well as the procedure you so recently underwent а это меня нашли в костюмчике а девайс имплантит дурек линия акси подулок а так аксесс туде и крипмэра белоба туми дурима тенью от адвенда и вот аварийнодо паса снеговец функция однако given time and your approval of course commander i assure you i will find out which brings to light an additional point though aspects of this facility are indeed impressive i am but one man were you to direct additional support personnel and resources to me i could substantially improve the speed of all our research the fair well command черных 0 так что у нас есть давайте по быстрым исследованиям пройдемся модульное оружие вот оружие это всегда важно в общем понятно это инженерный отсек так да тут не серьезно ограничено в базе что мы можем построить центр подготовки питание питание пока не надо партизанская школа я думаю пока ничего не будем строить требуется инженер чтобы расчистить а вот интересно одна 35 мячу так дорого то она одна штука конечная или нет нет или мне буду ее пополнять после каждого боя вот с гранатами что-то 35 и все что ли серьезно давайте возьмем аптечку и светошумовую и проверим проверим у меня динамат и колонии с парфюрис по фору линьки на пи центровой yes one of the advantages of working with the advent on the surface it was very comfortable but there was a price for that comfort the millions of people in those cities they don't mind all that much. Yes, but advent is always watching. Between their forces and the aliens themselves, they see everything, so not to mention the automated systems, there is nothing quite like providing identification to a lamp post. бойцы наши ну что это за флаг какой-то исламский, да? много таких бойцов наслепало ага очки способности для чего-то нужны, вот командир, each of our soldiers has a unique relationship with their squad mates as they complete combat missions together their compatibility will grow and can eventually develop into a lasting band угу 9.8, 9.6 если подправить его со специалистом нашим рейнджера значит они напарниками станут, да? а в обратную сторону работает да а тут десятка есть аж алекс кук а вот здесь можно смотреть а они оба из америкосии, да? а они оба из америкосии, да? да можно связочку америкосов сделать а а а а а а снайпер тоже с рейнджером что снайперы не очень дружат со всеми а а а гренадир тоже не особо ему люди нравятся ну ладно потом посмотрим это все это это не то что нам надо это не то что нам надо а а нам не д а нам это а а и к она это она 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 к mac Продолжение следует... 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 пистолет крутой револьвер точнее я вот думаю хотя бы одного снайпера выучить на пистолетчика мне кажется это будет интересно ну как тут можно поразвлекаться то мы это делать сейчас не будем не знаю не уверен что снайперу нужен нужен прицел на меткость него же так с меткостью должно быть все хорошо а вот косым бойцам возможно пригодится так пора уж скоро закругляться ну давайте сделаем что-нибудь полезно полевого командира сложность легко награда инженер подтвердить еще мы полетим куда сразу игнорирует она пропадет или нет хотел дособирать там осталось то чуть-чуть как раз давайте проверим они он все осталось на задание есть эти да сканируем и потом полетим на задание то есть надо все таки на задание идти ну хорошо давайте в следующей серии мы полетим на задание сейчас пока закончим что вам сказать пишите комментарии посмотрим как вам интересно ли игра это вообще поиграем я думаю посмотрим как пойдет возможно мы проиграем и вообще все будут погибать регулярно потому что я давненько в это не играл но хочется разнообразие я люблю оружие люблю тактические пострелялки но мне не все нравится в экскоме частности его странный рандом зависящий вроде как от уровня сложности даже но тем не менее я думаю попробуем загружаться при потерях бойцов я думаю не будем зачем постараемся поменьше 4 ну и посмотрим как пойдет учтите желающие стать бойцами скорее всего вы погибнете ну и все пишите комментарии жду ваших отзывов спасибо что посмотрели им удачи им пока